Здравствуйте! В эфире программа Химки Спорт и я ее ведущая Екатерина Юшина. Как всегда мы информируем вас о самых значимых и ярких спортивных событиях, в которых участвуют наши спортсмены. Не забываем и про самых активных жителей города. Если вы любите спорт и уделяете этому достаточно времени, то возможно и о ваших достижениях мы снимем сюжет и покажем в наших выпусках. Химкинская россиянка продолжает свою победную серию. На стадионе Родина наша команда переиграла соперниц из ЦСКА. Игра выдалась напряженной. Гости всеми силами старались не отдавать инициативу хозяевам. Однако уже в конце первого тайма россиянка взяла свое. На 35-й минуте Елена Терехова острой передачей практически вывела 1 на 1 нападающую Инесс Нрехи. Его арейка буквально раскачала оборону соперниц и без труда открыла счет в матче. Подробнее расскажет Павел Рыбальченко. Стоит отметить, что во встрече восьмого тура главный тренер россиянки Елена Фомина удивила зрителей серьезными переменами в составе. Шанс проявить себя получили сразу несколько игроков. Юлию Греченко в воротах сменила Елизавета Щербакова. Армянка Кристина Алексанян заменила на правом фланге защиты травмированную Ксению Коваленко. А также с первых минут на поле появилась полузащитник Надежда Смирнова. Девушки проявили себя как нельзя лучше. Это отметили как главный тренер, так и футболистки основного состава. Сегодня они не подвели, они вышли, достойно выступили. Заменили бесследно, я бы сказала. Конечно, привыкаешь к одним игрокам, все-таки есть разные какие-то нюансы. Но, тем не менее, игра сегодня была не хуже с первых минут. На перерыв команды ушли при минимальном счете. Однако уже в начале второго тайма россиянка отрыв увеличила. Прямым ударом со штрафного точной оказалась Елена Терехова. Ближе к концу встречи футболистки ЦСКА начали действовать активно и имели достаточное количество моментов для того, чтобы переломить ход встречи. Однако россиянка справилась и с этой задачей. Итог 2-0 и 8-я подряд победа в чемпионате. Похвально, что девчонки решили задачу, что выиграли 2-0. Может быть, считая моменты, может, счет быть другой немножко, но я довольна, что Терехова наконец пристрелялась и забила после такой паузы длительной, потому что не шел мне мяч в ворота. То есть какие-то такие мелкие победы у нас в каждом матче есть. И по игре, и по рисунку, и по каждому игроку. Наверное, то, что с них требуешь, они это выполняют, это приятно видеть. А свою следующую встречу россиянки провели против команды из Перми. Звезда 2005. Первая игра в сезоне со звездой прошла нелегко для обоих коллективов. Подмосковному клубу удалось отвоевать 3 очка. В этот раз игра сложилась совсем непредсказуемо. Исход матча решили пенальти. Но только не в добавленное время, а прямо во время игры. Уже на третьей минуте судья указала на точку. И исполнение штрафного удара завершилось в пользу гостей. На 17-й минуте россиянка смогла отомстить пермячкам. Эстель Нахи легко реализовала атаку. Подопечные Елены Фоминой пребывали в хорошей физической форме. Скорость спортсменок принесла свои плоды и несколько раз остановила выпады гостей. Но на 71-й минуте Марина Примак снова назначила 11-метровой. На этот раз штрафной назначили россиянки. Но Юлия Греченко угадала направление игрового снаряда и спасла свою команду. Через 7 минут судья вновь сочла игру грубой. Но в этот раз оштрафовали звезду. Елене Тереховой удалось поразить ворота соперниц 2-1. До финального свистка оставалось совсем немного. Но россиянкам не удалось сохранить преимущество. За несколько минут до финального свистка нашей команде снова объявили пенальти. И с этим ударом справиться не удалось. Таким образом матч между россиянкой и звездой 2005 принес 4 результативных пенальти. И команды разошлись с боевой ничьей. 2-2. Как это натренируешь столько пенальти за одну игру? Кто об этом даже? Мне кажется, никто бы даже не подумал. У нас есть штатный пенальти сегодня у ней не получилось. Дарья Апаначенко. Одно пенальти она реализовала, одно нет. Но все бывает. Куда полетит мяч, мы не можем это натренировать. Мы не можем предугадать каждое действие соперников. А тренировать как это? Если поставить того же арбитра еще раз на игру, в принципе, есть, наверное, смысл перед игрой все-таки тренироваться. Да, надо, видимо, заранее узнавать, кто будет судить матчи и готовиться уже конкретно. Раньше мы отталкивались от игры соперника и их анализировали на теоретических занятиях. Теперь, видимо, еще и работу судей надо будет разбирать. Новости из стана баскетбольного клуба. В испанской Барселоне состоялась жеребьевка розыгрыша Кубка Европы сезона 16-17. На первом этапе наша команда выступит в группе «Б», где ее соперниками станут немецкая «Альба», испанский клуб «Бильбау», литовский «Литовос Ритас», итальянский «Канту» и сербы из «Партизана». А пока состав «Желто-синих» снова терпит изменения. Воспитанник подмосковного клуба, защитник Вячеслав Зайцев, возвращается в «Химки». Соглашение с 26-летним игроком подписано по схеме 1 плюс 1. А вот еще одна новость. Джеймс Агастин покидает нашу команду. Игрок решил продолжить карьеру в столичном ЦСКА. Агастин пришел в «Химки» в мае 2012 года и провел 4 ярких сезона. В прошлом году Джеймс провел за «Химки» 54 матча, в которых в среднем набирал 10,5 очков и делал 6 подборов. Его лучший матч против московского ЦСКА. 26 января 2014 года. Баскетбольные болельщики помнят финальный и ключевой момент игры – бросок на миллион. Вспомним еще раз, как это было. Красота, грация, азарь – все это. Труп поддержки москетбольного клуба «Сильки». Сейчас друзья все вместе, попадаем в команде, защищаться, свистим! Джеймс Агастин! Маскетбольный клуб «Химки». Маскетбольный клуб «Химки». Придет в среду, 29 января, в рамках Кубка Европы. Встречаем через минуту и пур. Начало встречи в 19 часов 30 минут. С победой! Почти 16 километров велодорожек появятся в городском округе Химки. В рамках комплексного благоустройства оборудуют выделенные дорожки для любителей прогулок на велосипедах, самокатах и катания на роликах. Проходить они будут по 19 улицам Старых и Новых Химок. Надежда Сутягина изучила маршруты. Покрытие велодорожек из асфальта бетона. До конца июля по всему маршруту установят соответствующие дорожные знаки и нанесут разметку. Депутат Химкинского совета Владимир Васильев признается, теперь будет садиться на велосипед чаще. Я сам с удовольствием бы ездить на велосипеде. Но, кстати, вот сдерживает именно тот факт, что ездить-то негде. По пешеходной дорожке, сами понимаете, это травмоопасный пешеход, а по дороге это опасно для себя, я считаю так. А здесь, конечно, с удовольствием. Везет тем жителям, я считаю, что мимо кого дома уже эта дорожка прошла. А пока свежие пути велосипедного маршрута осваивают химчане. Катаюсь достаточно часто, стараюсь выходные, конечно, уделять этому внимания. Стало намного удобнее и безопаснее, на мой взгляд. Потому что теперь есть возможность двигаться по выделенной полосе и тем самым не нанести вред никому. Велодорожки в парке Толстого пользуются большой популярностью еще с прошлого лета. Новый маршрут рассчитан так, чтобы за одну прогулку поклонники двухколесного транспорта могли проехать все самые красивые места округа. Все работы по благоустройству новой сети велодорожек будут завершены к 1 августа. В рамках программы комплексного благоустройства на придомовых территориях реконструируют игровые площадки. Всего в этом году отремонтируют 136 объектов. Один из них рядом с домом 18 по Юбилейному проспекту. Раньше здесь были проверенные временем качели и песочница. Мы даже на эти старые ходили, потому что они как-то интереснее, безопаснее, поосновательнее, чем у нас, например, во дворе. А если что-то новое будет, конечно, мы будем сюда ходить. Тем более тенечек. На установку одного детского городка уходит от трех дней до недели. Сначала готовят грунт, потом отсыпают площадку, асфальтируют и наносят поливинилоцетатное покрытие. Оно не даст малышам разбить коленки. После устанавливают сами качели, карусели и горки. Все по стандартам безопасности. То есть некоторые площадки более 30 лет не обустраивались или обустраивались частично. Сейчас мы провели мониторинг по округу, выявили самые необходимые места, которые остро нуждаются в ремонте. И проводим на них замену покрытия, устройство основания и установку новых форм. Если вы не знаете, ждут ли ваш двор перемены, вы можете зайти на сайт администрации округа. Там есть информация о том, по каким адресам в этом году будут проводить ремонт. А также указано, какие именно изменения ожидают детскую площадку в вашем дворе. Замена покрытия, каруселей или установка ограждения. О ближайших событиях из мира спорта вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Афиша». 12 и 14 июля в сквере «Юбилейный», как всегда, пройдет фитнес-зарядка. Начало в 10.00. 14 и 15 июля на территории «Химспаса» состоится первенство Московской области по водно-моторному спорту. Скоростное маневрирование с лалом. Старт в 10.00. 16 июля на поле стадиона «Родина» пройдет матч первенства Футбольной национальной лиги. «Химки» принимают «Тамбов». Начало в 18.00. И 17 июля там же состоится матч чемпионата России по футболу среди женских команд. ЦСКА встречается с Рязанью ВДВ. Начало в 18.00. Это был обзор самых интересных и ярких спортивных событий недели. Смотрите программу «Химки-спорт» на нашем канале, а также на сайте himkismi.ru. Я, Екатерина Юшина, с вами прощаюсь. Мы встретимся ровно через неделю, ведь нам всегда есть что рассказать.